Всем привет! Ну что же, вот и наступила последняя неделя зимы. Зима подходит к концу и уже совсем скоро начнется весна, поэтому самое время приготовить что-то особенное. Поэтому мы пришли в гости к шефу Уралдесе. Здравствуйте! Добрый день! Что будем сегодня готовить? У нас очень много разных ингредиентов. Что это будет? Но сегодня у нас будет миноговый суп. Миноговый суп у нас минога. Плавает. Они знают, что их показывают по телевизору? Я не знаю. Но это миноги из Даугавы. Из Даугавы, поскольку в других реках в Латвии сезон закончился. В Даугаве он еще продолжается до 1 мая. Поэтому как-то, получается, проводим зиму и отдаем честь миноге. И приготовим сегодня миноговый суп. Минога – достаточно необычный водный обитатель. Рыба эта отличается высоким содержанием жира, а также большим количеством витаминов и минералов. Почему я думал о миноговый суп? Потому что это очень связано с моим детством. Потому что детство проводил на Гауе, около Царной Гауи. И там очень-очень как раз минога моряки. То есть рыбаки ходили ночью и рано утром приезжали на берег. И вот такой парень был. И встречали их на берегу. И в рыбацком домике наблюдали, как они берут, этот суп делают. То есть погрузишь сегодня так же и в твое детство? Ну, 100%. Да, и потому что это вкус какой-то, ну, впечатление на всю жизнь. Это все идет на бульон. Из нее варится бульон. Здесь середина, да, миноги. Это будет уже сам суп пойдет, да. Общий вес миноги был 2 килограмма. Я думаю, что здесь грамм 600. Пока бульон закипает, раскроем вам поварской секрет. Как после добавления лаврового листа или перца не тратить потом время на то, чтобы выловить специи из супа? Это придумали французы. Ну, вот еще и повторяем. Я немножко здесь сложу шалфей. Чтобы проще потом было достать. Да, 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 да. Он свои функции и делает. И это мы потом забросим в суп. Сейчас пена появилась. Мы снимаем пенку. Когда уже суп, основа будет готова с овощами и все, что дальше мы сделаем, мы добавим в конце миногу минут 10. Да, чтобы они чуть-чуть были еще такой с хрустом. И немножко их на сливочном масле чуть-чуть обжарим. У меня для этого есть топленое. Топленое полезнее. Да, но много всяких причин, почему. И удобнее профессионально на ней готовить. Она термо... Ну, выдерживает выше температуру. Да. Не горит так быстро. Хранится дольше. Пока что это делается. Мы можем сделать одну заготовочку нашего следующего говяжьей щеки. Подготовим, да? Вообще, насколько сложно готовить говяжьей щеки? Потому что, опять-таки, это не самая такая традиционная часть мяса, которое обычно делается. В древности, где наши предки, ну, скажем, они использовали абсолютно все. Если это свинина, ну, по максимуму все, все части, да, и почему выбрасывать или куда-то... Да, если это можно приготовить, и можно делать вкусно. Ну, конечно, да, да, да. Поэтому они очень практичны были и использовали абсолютно... Ну, есть, конечно, какие-то нюансы, но по максимуму все. Готовить говяжьи щеки долго, но однозначно стоит. Так же, как и язык, и легкие щеки – это диетическая пища, и обладает этот суп-продукт высокой питательной ценностью. Как долго вообще твоя жизнь связана с кухней? О! И почему с кухней вообще? Почему с кухней? Связано уже, скажу так, с 94-го года, получается, ну, сколько, больше 20 лет. Первая моя работа была, чем очень-очень горжусь, скажем так. Все смеются, Лидо, Лидо. Ну, в то время Лидо было... Ну, на самом деле, не знаю, как сейчас, но очень-очень... Во-первых, очень большое спасибо, надо сказать, Гуннер Крисом, он меня лично принял на работу. И в то время в Лидо очень были высокие стандарты, качество, дисциплина. Значит, почистили щеки. Немножко соль. Мы будем как-то мариновать сейчас? Совсем немножко, да. Сразу, чтобы не подгорело, потому что... А, не страшно. Он может быть, он даже... Даже не страшно, чтобы... Даже не страшно, да, потому что мы потом положим ее в овощах, в бульоне, в красном вине на эти 14 часов. Да. 14 часов. 30 через 14 часов. Да. 72 градуса – это та рубеж, которая, ну, именно для этого части тела, потому что оно, на самом деле, очень такое жестковатое, да. Это не как стейк, это не филе, это не карбонат, не антрикот, да. Это щек, который, структура мяса требует вот такую температуру приготовления, да, потому что поставим если на 60 или на какую-то меньшую температуру, она будет как резина. Мясо обжарили, теперь подготовим овощи для соуса, в котором и будут готовиться щечки. Для лучшего вкуса добавим красное сухое вино. И мы заливаем. Я чуть-чуть добавлю водички еще. Я накрываю фольгой и ставлю в духовку на 14 часов в 72 градуса. Да. Сейчас важно, да, для такого, ну, светло-желтенького цвета пассируем просто, да? Позолотить можно? Позолотить, вот. Я помню, рыбаки, ну, конечно, не так нарезали. Ну, конечно, там из того, что не надо, но мелко, там главное нарезать. Топоры. Что мы в этот сух добавим? Это есть семена горчицы. Я их отвариваю в нескольких водах, в водах, да, скипел, слил, скипел, слил четыре раза как минимум. Горечь пропадает, да? Ну, что они... То есть, получается, она становится более такой, ну, сколько-то сладковатой, и как? Она дает свой этот горчичный вкус, да, но он не дает этой сильной горечи. Соль, немножко сахар, поскольку мы будем ложить тоже вино, но на этот случай будет белое сухое вино. Потому что рыба, да, наверное? Да. Семена фенхелес. Держи. Процедим бульон и начнем варить овощи. Сейчас мы добавим, ничего страшного, да, немножко для вкуса. Если есть сухое вино, значит, и немножко сахара, да, потому что она комбинация вместе. Когда мы порезали, да, отделили хвосты и головы, ее надо холодной водой промыть. Потому что... Чтобы не было крови. Чтобы не было крови, и чтобы сам бульон был намного... Ну, он будет намного прозрачнее. Переместились во времени. И вот у нас наши щеки. Теперь доделаем соус. Переливаем его на сковороду, добавляем сахарный сироп и даем соусу немного выпариться. Когда соус уже готов, мы добавим чуть-чуть сливочного масла, он тоже загустит. Доведем до вкуса по соли, да, чтобы... И последний штрих это бальзам. Он откроется, он будет ароматный, да. Суп у нас готов. Он пусть чуть-чуть... Суп хорошо, что он... Содружится со вкусами, подружится между собой. Он, наверное, как солянка, харчо. Когда вкуснее? На следующий день вообще. Ну да, да, так и есть. Щечки у нас готовы. Они очень долго ждали нас. 14 часов. И мы их порежем. Да. Прекрасным гарниром станет картофельное пюре с мускатным орехом и коноплей. Наше пюре готово. Последний штрих у нас на соус, на щеки. Берем инжир. Тоже такое интересное уже сочетание пошло. Интересная нотка. Да, согласен. Абсолютно согласен. Почему именно инжир? Лучше всего как-то играет с мясом или просто... Видел во сне. Видел во сне и думал, надо... Каждому приходят по-своему. Надо инжир сегодня. И добавим. Пусть он тоже карамелизируется в этом... Соусе. Соусе. Как бы подружиться. Мы добавим немножко бальзама. Ну что, наши два блюда уже абсолютно готовы. И самое время уже красиво это все выложить на тарелки. Алда, с каким методом мы это все будем делать? Методом? А давай я сделаю тебе порцию, а ты мне порцию. Итак, мы приготовили с вами два блюда. Это миноговый суп и говяжьи щеки. Довольно-таки необычные ингредиенты. Алда, какой вот ваш совет? Во-первых, как приготовить данные продукты? И также ваше какое-то пожелание нашим зрителям на весну? Совет простой. Надо думать хорошие мысли. создать вокруг себя хорошую ауру. Ну это только вот не знаю, почему я придумал именно вот это. Ну все, что угодно. Готовьте просто готовьте дома. Готовьте, приглашайте друзей. Если что-то не получилось, ну улыбнитесь, в следующий раз получится. Ну в следующий раз все учатся. Профессия очень интересная в таком плане, что это все время учишься. Приятного аппетита! Анна Ита Саханова, Аверс Эрдване, с латвийской телевидением.